Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал радиоцентра SunGates начинает свою программу. Программа сегодня особенная. Она, во-первых, внеочередная. Сегодня воскресенье, 12 июня, в Чикаго, 12 часов 38 минут. И сегодня программа посвящена празднику. Ну, центр SunGates – это центр информации, в первую очередь. Ну, а уже потом эта информация, если она принимается, разумеется, она становится уже дорогой, которая ведет к знаниям. И вот сегодня информацию мы вам хотим дать вот такой, дорогие друзья, праздник. Праздник. Праздник называется Шавот. Что такое праздник? Это еврейский праздник. Это праздник дарования Торы. То есть, это нравственный закон. И вот этот Тора дается еврейскому народу. Ну, и в Израиле, в общем-то, это выходной день. И сегодня воскресенье, выходной день в Израиле. У нас тоже выходной день, поскольку сегодня воскресенье. А на самом деле на еврейском языке слово Шавот означает недели, семь недель, отчет которых начинается со второго дня Пасхи, еврейской Пасхи. Дорогие друзья, и не случайно у нас вот такая спонтанная программа очень и очень необычна. Но все то, что связано с Элой Арбит, все необычно, потому что, ну, не зря Элой Арбит разговаривает с высшими силами, разговаривает с богами, является ученицей бога. И поэтому так получилось, что мы никак не договаривались. И, в общем-то, сегодня я не планировал быть в офисе, но в момент так получилось, что я приехал каким-то образом в офис, и в момент открытия двери звонит Элой Арбит и говорит, просто необходимо сегодня провести эту программу и дать людям вот это знание. И сегодня мы это и попытаемся сделать. Элла, здравствуйте. Доброе утро. Доброе, да. Еще у нас, нет, у нас уже день, вы знаете. 12 часов 40 минут у нас уже день. В Москве, поскольку нас слушают и за пределами Соединенных Штатов, большей частью в России, в это время уже 8 часов 40 минут вечер, 20-40. Элла, скажите, вот как это вот так вот у вас получается и почему именно сегодняшняя программа, которая является, как мы вот только что обсудили, является первой такой программой в серии, в цикле, передач, это посвященный какому-то определенному событию или это просто продолжение, скажем, наших бесед, которые мы с вами ведем? Вы знаете, чисто говоря, я понятия не имела, что сегодня шавод. Правильно говоря, мне намекал Бог, отец, мать, в основном мать, оба они намекали. Вот два дня назад я чувствовала шавод, но это уже не первый год. Работая с Богом, я в принципе работаю, кроме того, что на радио я работаю и отмечаю праздники слабо, я вам скажу, я все равно отмечаю праздники слабо. В каком плане? Я уже вне религии, я отдалась уже Богу. И меня не вели, в принципе, меня начали с Талмуда, когда Бог ко мне пришел, запретил мне все читать, что вообще вокруг меня есть. Но я изучала Талмуд, потом Кабалу из обоих рук все брала. Я не имела права ни на что больше. Почему не Тору? И я просто буду обижаться, если на меня будут обижаться. Мне не разрешили взять Тору. Мне отец сказал, я знаю тебя. Смысл в том, что тебе нельзя изучать Тору, потому что я вернусь на пару веков назад. Вот что мне было сказано? Мой принцип прихода на землю – нести вперед знания. То есть, несколько лет назад мне давали переход на русский язык, потому что у меня в плане английского все было в порядке с английским. Я дружила. Мне начали давать литературу. Я писала спонтанные книги, каноны любви я написала. Я никогда не сдала. Это близко к моему сердцу. Каноны любви написано. Я еле удерживала эту информацию. Для меня тогда это сила Бога, потому что написано силой Бога. С волей Бога я дружила. С медицинской точки зрения он всегда стоял возле меня. Я знала Богу от рождения. А сила, это написание литературы, было слишком спонтанно. То есть, несколько лет назад, когда-то, века назад, я писала это все. Я не буду заходить. Может быть, я когда-то расскажу полностью, кем я была раньше. Много раз приходила на землю. Многие те источники, которые мы изучаем сегодня, написаны были мной до того. То есть, в честь праздника я могу это сказать. Я убегаю уже от этой стенки, на которой написано. Я хочу быть в вакууме на данный момент. Я не хочу много об этом говорить. В дальнейшем. Да, Элла, ну у меня к вам вопрос вот такой. Дело в том, что мы, когда с вами буквально совсем недавно обсуждали тематику этой программы, сегодняшней передачи, то вы это описали так, как женщина может сохранить очаг. Имеется в виду очаг какой? Семейный, да? Очаг. И это та информация, которая вам была передана Богом. Миша, вы сказали два дня назад. Пару минут назад мы начали говорить. То есть, когда вы вошли в офис, вы понятия не имели об этой передаче? Нет, не имел. Немножко скрестились сейчас ваши чувства. Но ничего, это наши позвонки сейчас стали вместе работать. Вот посмотрите, Бог не шутит. Иногда в праздник он может пошутить. Он начал, вот как вот сейчас пошутил, вы вдруг забыли об этом моменте, когда вы начали говорить со мной на эту тему, перехлёст получается на уровне спинного мозга. Он мне начал, как бы в шутку, он начал со мной шутить. Обычно Бог не шутит. Начал шутить пару дней назад. В таком приподнятом настроении, говорит, расшашана, расшашана. Я говорю, папа, так рано мы готовимся к расшашанию. Он говорит, пусть будет. И они мне до конца не говорили. Но я чувствовала внутри себя, я чувствовала мой организм, потому что фактически я живу на любви, на ходе любви. У меня всё синхронно. Внутренние органы у меня стоят на ритме его. Это ПАИ 3.14. Иногда он повышает немножко больше. Это 3.4, 3.6. Очень здоровый организм у меня. Я когда-то буду объяснять, что такое здоровый организм без хронических заболеваний. Я чувствовала, мой организм перестраивался. Так жили, глубоко говоря, древние евреи. Никто нас не настраивал на диетологов. Я чувствую вдруг, я не хочу это, не хочу это кожу. Два дня назад я стала перестраиваться. Думаю, лёгкая, молочная. Публично говоря, я уже знала, что я хочу. Абсолютно иначе мой организм стал ритмически мне говорить, что он хочет. Сегодня с утра я работала далеко не... Обычно в воскресенье у меня ритмические подъёмы, биологические. Мои клетки нуждаются в огромное количество любви от отца и матери. Я работала обыкновенно. Не помнила о празднике. Даже и не думала. Мы говорили, вы говорите, обо всём. Я много сдвинула информации. И вдруг отец говорит, ты пойдёшь за мороженым? Я ещё в Майами. Через дорогу в Олгринс. Я с ним в шутку говорила, нет, не время, не хочу. Он полушетям мне таки выгнал за мороженым. Говорит, ты столько сегодня уже перекрутила информации сверху. Я стала в своём собственном ключе. Он говорит, сильные дети его стоят на собственном ключе. И с ним наверху говорят. Это те, которые очень хорошо генетически расположены к пророчеству. И он говорит, смотри, ты сегодня в своём собственном ключе. Я так хочу для твоего здоровья, для настроения, для всего. Я говорю, ой, прекрасно в своём собственном ключе. Без матриц, без геномов. Потому что иногда мой организм требует своей собственной свободы. И я, переходя дорогу здесь в Майами, подошёл мой учитель, соратник, доктор Момот. И он говорит, мы сейчас пока ты идёшь, а со мной постоянно работают. Мы будем говорить о воле и жизни. Я говорю, с удовольствием. И вот так вот мы дошли до гостиницы обратно. Я поела мороженое. И вдруг меня завели в тот момент сохранения очага. Я вдова. Я знаю, что Бог хочет, чтобы я не оставалась вдовой. Во-первых, это неправильно. И он мне показывает, почему моего будущего ещё нет. Сочетаясь с его умом Божьим, я вошла в ту суть, тот гениальный код, который мне показал, что же не произошло с моим замужеством, и что же в реальном смысле не происходит ещё. Он ввёл меня в энное количество генетических кодов, где я полностью чисто, чётко, с умом тонкости поняла, это не была душа даже, точечном уме, где я умею с ним стоять, я фиксирую время. Я увидела причину, которой открылись двери. Это как Тора открывается. Это генетическое открытие наших проблем, которые мы приносим на Землю с собой. Он мне разрешил открыть. Я акустически открыла в моём правом ухе. Фиксировал зрачок с его помощью. То есть человеческий ум гениален. В моём ухе я прочла информацию, а он меня учил справа налево читать информацию. Так, и это называется спонтанно не видя. Почему не видя? Почему женщина, я буду обращаться сейчас к женщинам, обязана знать. Упустить ничего нельзя в жизни человека. Мы являемся не только хранительницами очага, мы являемся целителями наших судеб. Что же нам помогает? В своё время нужно знать, как оценить своего мужа правильно, по достоинству. Не злиться на свою судьбу, так сказать, а понять, что же в этом человеке ещё не состоялось и почему это не случилось. Не надо иметь мнение по поводу наших мужчин. Нужно знать себя, свои способности, только свои способности. И генетически мы настроены на то, чтобы знать с Богом, между прочим, дорогие женщины, если вас дома на сегодняшний день не любят, значит, вы потеряли какой-то смысл. У вас есть вопрос какой-то, Михаил? Ну, если дома не любят, так смысл не только потерян, потеряно, в общем, довольно много, но мы должны знать, что произошло. Что такое дома не будет? Вы имеете в виду, если мужчина, с которым живёт эта женщина, её не любят, правильно? Или дети даже не любят. Да, потеряна связь, потеряна связь с личностью, с душой. Даже не с личностью, с суть. Я хочу немножечко возглавить от Бога эту ситуацию, сказать, суть я изучаю с Богом каждый день. Когда он начал со мной разговоры, его великий Божий ум начал со мной творить, ну, меня учили этикету, к этому моменту нужно подойти скромно, красиво и неординарно. Когда ты научилась уже творить на том уровне, где ты уже вверху нравишься, не сама себе, когда ты уже подобна той воле Божией, которую он располагает временем, чтобы с тобой поговорить на эту тему, то есть нужно быть приличной женщиной, во-первых, ты имеешь право на своё сердце, тогда Бог бережёт твоё сердце. Что же Бог намерен сделать для каждой женщины, живущей на земле? Это записано у нас в коде и в спинном уме, by the way. В спинном уме у женщины, то есть это женщина, которая знает, нужно отпрянуть от беды и зайти сзади и посмотреть на себя со стороны, так древние евреи умели делать. Не смеяться над кем-то, потому что мы всегда спешим о кого-то оценить своим взглядом, смеяться над кем-то, судачить над кем-то. Физиологически мы можем это сделать, но нам это будет стоить. То есть живите тихо в своём организме. Ваша кровь, ваша плоть должны вас нести вперёд. Почему? Сохраните своё здоровье, здоровье своих детей, ум свой, ум своих детей, и муж будет вам предан. Это тот завет, который Бог несёт евреям. Я повторяю, евреям. Цельностей в этом очень много. Отец, мать меня учат каждый день, потому что я вдова, но у меня двое детей. Я имею право даже не существовать рядом с ними. Они взрослые, но не знают, что они взрослеют без меня. Критически я с Богом продолжаю говорить по сути дела, а не всё мои дети. Я не обязана, может быть, но я не понимаю иначе, как я могу не говорить с Богом, с отцом и с матерью, о том, о чём мне нежно говорить, чтобы у моих детей всё было, чтобы всё было правильно. Иногда многое требуется от нас, хотя мы уже матери взрослых детей. От мала до велика мы имеем какую-то нравственную ценность для наших детей, которую никто до сих пор не знал. Почему? Во-первых, не разрешали мужчинам знать эти правильные мысли. Для чего иногда приходит женщина на этот свет, чтобы познать те глубокие смыслы, которые хранят нас, женщин? Забудьте, что у меня учёный ум, я знаю квантомные теории. Я никогда не забываю, Бог никогда не разрешит мне забыть, что, во-первых, по сути дела я человек. Какой я человек? Я женщина. Потом уже нравственность, потом уже всё остальное. Почему? Если ты вдруг забыла, о чём ты должна говорить с Богом, Бог тебе скажет, если ты помнишь, что ты женщина. Суть нести очень сложно. Суть нести, но она должна быть, она у нас написана, суть написана на генах и не только на генах. Этот код, который распространяется во всему нашему организму, который напоминает нам, мы по сути дела такой человек. Во-первых, пол наш, генетический пол, нельзя забывать. Почему? Сохранить себя и ближнего, написано всем. Даже если вы не имели детей, воплотились ли этих детей? Нет. Но вы женщина, всё равно, во-первых, вы хорошая женщина, вы должны себе помочь, вы должны себя знать, а потом просить дальше. Это суть дела, которую я несу через Божьи уста. Бог говорит, будет гнев у тех, которые не захотят знать себя правильно, но я вам скажу честно, я живу с этим гневом каждый день. Я исключаю его из своей жизни. Тоже момент сохранения себя, но это уже души, потому что воплотия женщины душа соприкасается с теми творениями следующих людей, которые, может быть, прочтут эту передачу, услышат мои мысли, я им не понравлюсь, тогда уже душа с души будет на каком-то другом уровне объясняться. Я не завидую тем людям, моя душа очень близка Богу. Поберегите свои сердца и души. Они соприкасаются, между прочим, как медик, я это изучаю очень чисто. Почему я не хочу, чтобы люди болели в моем центральном уме, постоянно работающем на Бога, не на себя? Я не выбирала, что я хочу. Если бы я выбирала, я бы этим, может быть, даже не занималась. Это сложный путь. Но это путь к творению чистых сердец, нравственных генов, чистых отношений с друг с дружкой, преданности потом. Сначала чистота, потом преданность. Как же хранить это все? Беспреданность, она разрушается. Опять генетически возвращаясь, даже если разрушилась. Это восстанавливается в минутах. Даже говорить не нужно. Бог зайдет и поможет вам, и восстановит все. Слезы уйдут. Когда мой муж ушел, я плакала, потом Бог пришел очень быстро. Я изучала, что grieving process 12 месяцев. Когда-то меня учили этому, я помогала людям, я работала с пациентами, которые были elderly, которые в возрасте. Я по стандартам сегодняшнего ума, сегодняшней медицины, я говорила столько-то месяцев. Потом, когда я стала вдоволь, мне Бог сказал, нет, это неправильное мнение, нету такого мнения. Я хочу тебе помочь. Я твой отец, я к тебе пришел. То есть, хранить меня начали с моих слез. Во-первых, сняли мои слезы. Автоматом. Я не могла плакать. Мое первое мнение о Боге было, о май гад, неужели, я не могу плакать, даже если бы хотела. Он мне показал первый принцип медицины, а я не дам тебе мучиться. Не то, что не разрешил, не спрашивал с меня, а я не дам тебе мучиться. И с того мы пошли. Физиологически он мне моментально показал, и с тех пор мы идем вместе. Физиология – это принцип здоровья, но это ценность. То есть, я изучаю с этой стороны, с той стороны, я со мной Будда два дня назад говорил. Мне очень нравилось, но почему-то Бог вчера говорит, а ты знаешь, я хочу тебе дать еще что-то дополнение. Будда будет со мной в Чикаго, вот мы пытаемся начинать помогать другим, просьба сверху идёт. Будда шикарная помощь для меня. Но Бог является отцом. Вчера вечером мы с ним мирно сидели, разговаривали, он говорит, я хочу тоже творить для тех, которые меня хотят. Это его мнение. Я вам честно рассказываю, вот мы с ним работаем. Для тех, кто принимают. Не принимают, хотя принимать – это другой метод. Принять это от сердца, захотеть – это может даже от эго, между прочим. Эго тоже может не пользоваться Богом, а захотеть, но это не значит попробовать, а он будет регулировать. Это уже я не занимаюсь позором, я не буду джаджментал, я не буду заниматься присутствием моего духа и говорить, что же они делают. Поэтому я не буду знать, каким углом они подошли к его желанию. Он будет энергетически помогать. Поэтому, чтобы я не нервничала, потому что я очень нравственен в этом плане человек, я откровенно с собой, я хочу помочь человеку. Он говорит, энергетически. Судьба поворачивается так, что энергетически он готов. Тогда не нужно ничего понимать. он растирает все мнения внутри человека. Даже если у человека есть гнев, Бог за секунду может стереть все эти полотна, которые не сохранили эту душу. Растереть полностью и написать новое полотно. Это берет у него секунды. Если еще считать время на минуты, на секунды, то оно на вздохе может произойти, если уже так говорить героически. Будда не умеет это делать. Будда не в состоянии этим заниматься. Будда может поднять тепло, Будда много что может, будет обязательно другая передача о том, что же Будда внесет. Очень многое. Но Бог сотворил нас и знает нас, и знает наши личные коды. И по сути дела они не повторяются. То есть доверять мне тоже невозможно. Я могу вас только подвести к моменту, что я знаю, у меня получается, на что он рассчитывает, я передам другим. И все. Это весь момент. Это весь момент сохранения. Да, ну и к тому же, в общем-то, как мы в самом начале и объявили, это только будет, сегодня это только первая такая программа, и мы будем, естественно, продолжать эти программы. Ну а почему именно сегодня, это тоже мы объявили, поскольку сегодня все-таки праздник. Элла, что-то вы хотите еще добавить или, наверное, той информации, которую мы сегодня уже озвучили, достаточно на этом этапе? Сегодня я бы сказала, не бойтесь Бога, но берегите свои силы. Почему же силы все-таки необходимы? Потому что силой работает мать. Даже если вы не любите отца, я как женщина с вами говорю, та, которая изучает медицину, заветную медицину, когда я буду практиковать в этом ключе, я не знаю, но я не первый день занимаюсь этим уже. Мать несет нас всегда очень нелетко, она говорит, я боюсь даже сказать моим дорогим детям, я отказываюсь помогать этому человеку, наступает смерть. То есть, кроме Бога Отца, есть мать обязанная, вспомните, опять женщина, я обращаюсь опять, вы помните, обязанная, то есть мы сделаны в ее обличии, если мы помним свою суть женщины, добойтесь Бога, имейте хоть силы не наблечь ни на кого беду, бегите от нехороших людей, берегите себя, женщины, пожалуйста, помните свои силы, мы не всегда равны мужчинам, то есть не будьте задирами, любите себя, не будьте задирами, дорогие женщины, не будьте задирами, любите немножечко себя, помните хоть немножечко, что они сверху есть, отец и мать, чуть-чуть, даже чуть-чуть считается, генетически чуть-чуть, это уже огромная вера, в наше время, в этом году, в шестнадцатом году, очень тяжелый год, чуть-чуть поднимите себя, для чего идет Рашашана, Рашашана уже другая энергия, чуть-чуть, пусть будет до следующих праздников, мы скоро, наверное, будем говорить о других моментах, которые нам, возможно, помогут из этого момента прийти в следующий момент, может быть, тридцать дней, а между прочим, тридцать дней, это хороший геном, тридцать дней может принести, то есть, те, которые слушают сегодняшнюю передачу, им улыбнулась какая-то мечта, что они смогут понять какой-то момент, вы почувствовали поддержку, к вам пришел геном, это сильная информация, это сильная энергия, пусть будет слово энергия, я буду говорить просто, пришедшая от высшего разума, то есть, задумайтесь завтра, поменялось ли что-то сегодня, после того, как вы услышали эту передачу, поменялось, вас нашел Бог, пусть Он вас хранит, ценит ваши усилия, пусть любит вас, как детей, и никогда не заберет ничего близкое вам, мой муж ушел, пусть вас берегут. Элла, спасибо большое, это действительно очень хорошее пожелание, и я хочу напомнить о том, что это интернет-портал радиоцентра SunGates, тройное W SunGates Radio.com, sungatesradio.com, это Skype, SunGates 108, где вы можете задать ваши вопросы, где вы можете с нами пообщаться, ну и оставить свои замечания и предложения. Все программы наши записываются, они потом загружаются в YouTube, и вы можете также нас найти, это SunGates Radio, вы всегда можете подписаться и получить, и просмотреть эту программу. Если она вам понравится, то мы не будем возражать о том, что вы оставите свое замечание или пожелание нам. Ну и на этом мы заканчиваем нашу программу. Элла, еще раз очень большое спасибо вам за то, что вы нашли время в выходной день, в праздник, пообщаться с нами, и я лично очень рад о том, что я вот таким образом способствовал этому. Ну и я хочу пожелать вам точно так же праздничного настроения, и вот этого, так это скажем, перейти в следующую, плавную следующую неделю, поскольку вы все-таки уже через несколько дней будете в Чикаго, где мы с вами уже встретимся, так сказать, лицом к лицу, а не на экране моего монитора. Элла, еще раз спасибо вам большое, до новых встреч, всего доброго, и храни вас Бог. Я с удовольствием вернусь, я благодарю вас, Михаил, это большая честь иметь отношение с добропорядочным человеком. Пусть следующая передача будет о чести, потому что мать в то время, пока вы прощались, сказала, что честь, если мы сможем поднять, будет следующая передача перед Новым годом. Почему честь, мне оба родителя сказали, потому что честь бережет еще больше, чем суть. Да храни нас Господь. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин